Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Рина, и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам показать и рассказать, какая красота у меня на окошках. И вы знаете, многие орхидеи проснулись, они начали наращивать жирные корни, листья, и многие выпустили цветоносы. Те орхидейки, которые, получается, в осень не выпустили, решили подождать весны и выпустили их сейчас. Почему же так происходит? Многие скажут, да, потеплело, много солнца, света, и орхидейки пробудились и начали наращивать корни, листья и, конечно же, выпустили цветоносы. Но почему так произошло не у всех? Давайте сегодня разберемся и немножечко вам похвастаюсь своими орхидейками, которые наращивают, ну правда, корни просто с палец толщиной. И это происходит на тех орхидейках, которые никогда раньше такие корни не растили. Хотя они у меня уже и по году, и по два, и прошлой весной, например, такого не было. Вот сейчас на ваших экранах очень красивая орхидейка, ароматная. Я вам ее уже показывала в нескольких обзорах. Она у меня растет вот в таком вот бокальчике. Кстати, мне очень понравилась посадка, получается, в чистый мох. Я не разбирала ей стаканчик, и сейчас я сажаю азиатские орхидеи таким вот образом, не разбирая стаканчик из мха. Орхидеи очень быстро адаптируются и очень быстро с размера 1,7 вырастают в 2,5, прям чуть ли не моментально. Поэтому мне очень сейчас нравятся такие посадки в мох. Причем даже то, что это закрытая система, мне это не мешает выращивать орхидеи таким способом, таким методом. Сняла с окошка и хочу вам показать вот эту орхидейку-красотку, которая просто начала бешено расти. Она ко мне приехала, у нее вообще не было тургора, у нее были там 2 или 3 воздушных корешочка таких сморщенных. Я ее тоже посадила в мох, чуть-чуть добавила вот яйцо, на совсем капельку. И она, смотрите, наращивает жирнючие корни, прям очень жирные. До этого таких корешочков, конечно, не было. И выпустила цветонос. Опять же, да, многие скажут, это весна. Но почему же не у всех так происходит? Мне многие пишут о том, что Ира, как добиться все-таки цветения, как добиться все-таки, чтобы орхидеи вышли из зимней спячки. И я вам сегодня расскажу, что я делаю со своими орхидеями. Способов на самом деле очень много, способы разные. И я на своем канале как раз-таки и снимаю разные способы, чтобы вы выбрали, например, под свой бюджет, под свои, например, даже вот бывает такое, что, например, того или иного препарата нету, да, и вы подстроились под то, что есть у вас в городе, у вас, например, там на районе, какой препарат можно купить. Бывает даже такое, что препаратов для орхидеи вообще нету. И я помогаю, например, такими советами, как использовать аптечные препараты для того, чтобы пробудить орхидеи, для того, чтобы им помочь расти и наращивать те самые жирные корни, листья и, конечно же, выпускать цветоносы. Но самое важное, конечно, чтобы орхидея была сильная. Если ослабленное растение выпустит цветонос, его нужно обрезать. Я так делаю всегда, как бы жалко не было, я обрезаю эти цветоносы на своих ослабленных орхидейках, которые я покупаю реанимашками и выхаживаю. В общем, эта растюшка очень быстро нарастила листики, причем, смотрите, она еще не дорастила вот этот листочек, но она уже растит следующий листик. Хотя изначально я ее посадила без циона, это я вот сейчас ей немножко досыпала вот здесь вот на корне, и я сразу увидела результат. Вы знаете, цион не панцет всех болезней, и это даже, знаете, я не сторонник того, чтобы все сейчас бежали и покупали цион, я просто рассказываю то, что я делаю со своими растениями. И у меня такой же результат, если я, например, просто раз в месяц добавляю хорошее удобрение своим орхидейкам, и происходит с ними то же самое. Очень важно подкармливать орхидею. Если вам, например, подарили орхидею, она у вас стоит, и вы ее не подкармливаете, вы ее не удобряете, через три года, скорее всего, она у вас погибнет, даже с тем учетом, что она, например, хорошо растет и цветет. Я вам сейчас покажу и другие примеры своих орхидей. У меня есть шикарная орхидейка Пират Пикот Бабочка, и она у меня еще в транспортировочном стаканчике. У нее здесь очень хорошая кора, нет ни кокосовых чипсов, ничего, я решила ее так оставить. Растет она по принципу двойного горшочка, да, горшок в горшок. Что мы видим? Здесь у нее тоже пробуждается цветонос. Здесь нет ни циона, да, здесь получается она в своем родном грунте, в котором она пришла. Но что я с ней делаю? Я ее немножечко удобряю. Это зеленое удобрение, недавно я ее полила с активатором роста от Бонафорта. Я вижу результат от этого препарата, мне нравится. Орхидейки, которые были ослаблены, они пошли в рост. Орхидейки, вот видите, которые были, в принципе, такие хорошенькие, но в спящем состоянии, вот, как видите, они все пробудили. Я своим орхидейкам помогаю, и я как бы не стесняюсь об этом говорить, о том, что это вот заслуга, да, даже каких-то либо препаратов. Есть, конечно, орхидейки, которые у меня давно, у них шикарная корневая система листья, но я все равно их удобряю. Я уже рассказывала, почему я так делаю, для чего я так делаю, потому что орхидейки, они источают свои ресурсы. Их листья, они как батареи, они накапливают в себя питательные вещества, и когда орхидейке не хватает этих питательных веществ, не хватает сил, она может начать сушить нижние листья. Вот, чтобы этого не происходило, нужно орхидейке давать питательные вещества, микроэлементы, которые ей необходимы. Иногда мы можем даже немножечко регулировать, да, например, если добавляем более азотное удобрение, где азот повыше, чем, например, калий, начинает орхидейка бурно расти, она начинает наращивать корни, листья, если мы, например, да, более калийное удобрение, где калия повыше, вот, орхидейка зацветает. Вот, эти микроэлементы, они очень важны для растения, ей нужно также с новыми листьями накапливать как можно больше этих питательных веществ, чтобы, опять же, орхидейке хватало сил не сушить листья, чтобы она не была похожа, знаете, на такую пальму, где голая шея, наверху два листочка, но она при этом цветет. Такие орхидеи я называю пальмами, и это нездоровые растения, такие растения нужно лечить, такие растения нужно сначала наращивать им корни, потом омолаживать, и, собственно, я не приветствую такое выращивание орхидей, хотя я знаю, что многие говорят о том, что, ой, орхидейки растут и так. Да, они растут и так, пока у них есть запас в листьях. Как правило, хватает его, ну, примерно на три года. Потом орхидейка превращается, правда, в такую пальму, да, возможно, цветущую, но с голой шеей и с двумя листиками. Ну, и в конце концов она погибает. Таких случаев было немало, и хорошо, если, знаете, люди найдут возможность, там, да, может быть, посмотрят моё видео, всё исправят, или там кто-то узнаёт через знакомых, что я занимаюсь орхидейками, и спрашивают. Возможно, даже не у меня, у кого-то ещё, вот, и спасают таким образом свои растения. Но в большинстве случаев орхидейки погибают, особенно, знаете, если они стоят в садиках, в школах. У меня один раз был очень интересный такой случай, один такой диалог с девушкой, которая говорила о том, что я вот не удобряю свою орхидейку, она шикарная, у неё много листиков, у неё постоянное цветение, она у меня стоит в офисе. Ну, и потом, разговорившись, она рассказала, что она берёт и выливает остатки чая с лимоном в орхидейку. И это и есть очень даже такое хорошее народное удобрение, такое суперсредство, я бы так даже сказала. Потому что очень часто и раньше, когда ещё не было таких профессиональных удобрений, наши бабушки поливали комнатные растения как раз-таки заваркой. Но не крутой заваркой, а такой, можно сказать, да, сладкий чаёк. Вот остатки заварки, да, вот эти листья заваривались ещё раз. Вот таким слабым растворчиком поливались комнатные растения. И да, это было как самое такое даже лучшее удобрение. Плюс лимон, лимонный сок, я уже снимала видео на своём канале, орхидейки очень любят. Чайная ложка, да, неполная, на литр воды и протираем, и поливаем орхидейки, они на это реагируют очень-очень хорошо. И получается, что это и было такое народное у неё удобрение. Удобрение, на которое орхидейки отлично реагируют, особенно там, получается, было всё. И кислота, которую так любят орхидейки, и микроэлементы из заварки, которые провоцировали и рост, и цветение. Можете попробовать даже сделать такое домашнее удобрение из заварки и немножко с лимоном. Орхидейки пробудятся и отреагируют на это очень-очень хорошо. Поэтому я считаю, что орхидейки удобрять нужно обязательно, удобрять нужно регулярно. Вы можете для себя выбрать любое средство, которое увидите на моём канале. Они все работают. Я вам показываю уже реальный результат своих подкормок, своих действий с орхидеями. Я снимаю разнообразные видео для того, чтобы вы для себя могли подобрать то или иное средство, которое вам понравится. Совершенно не нужно использовать все средства, которые я показываю на своём канале. Нет, выберите то, что подходит для вас. Выберите то, что будет самое такое для вас оптимальное, идеальное, по бюджету, чтобы вам было комфортно. И удобряйте свои растения. Здоровое, хорошее растение. Конечно же, в такие вот стрессовые ситуации, я имею ввиду, как осень и весна, когда колебания температур ночи и день очень большие, до в градусов 10. Орхидейки отлично на это реагируют и начинают пробуждать свои цветоносы. И, конечно же, наращивать корни и листья, что так важно для нас, орхоманов, для новичков. Я думаю, что сегодняшнее видео очень хорошо отвечает на вопросы по поводу того, что все ли нужно использовать средства. Не все, конечно же, не все. И у меня орхидей много, поэтому я экспериментирую и снимаю для вас, чтобы вы могли подобрать для себя самое оптимальное средство по уходу за своими орхидеями. Чтобы они у вас не источали свои ресурсы, а наоборот накапливали силы, накапливали микроэлементы и, естественно, превращались в такие большие кусты, прям огромные, с большим количеством цветоноса, с вот такими поделенными цветоносиками. Чтобы они были такие пышные, красивые мультифлорки, а не просто два цветочка и два листика. Поэтому я и занимаюсь своим любимым делом, занимаюсь своим таким, можно сказать, хобби и выставляю ролики, чтобы ваши орхидейки были такие же красивые, как и мои. Тайсу Комики, она у меня растет уже, наверное, больше года. Она у меня посажена, получается, в керамзит. Сверху добавлена вот прям у нее такая хорошая плотная подушечка из мха, из родного мха, в котором она ко мне пришла. И, получается, осенью она не выпустила мне цветонос. Но я и ставила бутылочку с голубым удобрением. Как видите, половинка бутылочки закончилась и она выпускает мне цветонос. Я знаю, что у нее на это хватит сил. Цветонос будет красивый, цветонос будет пышный, возможно, даже он поделится. Это будет ее второе домашнее цветение. Эта орхидейка очень любит доращивать свои цветоносы, поэтому цветение обещает быть очень пышным и красивым. При этом она у меня наращивает листики, но она их не сушит, значит, ей всего хватает. Все микроэлементы, которые она должна получать, она получает вот из такого удобрения, к примеру. Многие мои орхидейки поливаются и удобрением, такими как бонафорта или, например, агрикола. И они тоже на это отлично реагируют. Главное, чтобы эти подкормки были регулярные. Вот такая красавица распустится. У нее есть несколько вариантов цветения. Летом она цвела, у нее было больше белого, меньше бордового. Но потом она дорастила бутончик, и он был более темный. Но более темный мне нравится, конечно, больше. Посмотрим, какое цветение будет сейчас. Вон он, цветоносик, уже пробился. Будет летнее цветение. Возможно, будет такое же светлое. Но ничего страшного, она все равно такая хорошая трудяшка. Будем ждать. Есть у меня еще вот такая красотка, которая еще ни разу не цвела у меня. Хотя она у меня уже, наверное, год это точно. Даже больше уже, наверное. Здесь, получается, написано Phalaenopsis Hybrid. Раньше его назвали азиатский чармер. Но потом ему присвоили какое-то свое название. Нужно будет найти и здесь прямо подписать. Ее, получается, в сентябре, прям ее единственную подгрыз хорошенечко красный клещ. И она у меня долго сидела. Ничего мне не выпускала. Здесь у нее, получается, очень хороший грунт с добавлением осмокода. Я ее тоже ничем не удобряла. Думаю, там есть осмокод. Зачем туда лезть? Но, получается, осмокод был, по-моему, 3,6. Ну, что-то такое. И, получается, что действие уже закончилось. И я досыпала ей того же циона. Посмотрите, какие у нее жирные пошли расти корни. Нижние листья она не сушит. Она нарастила вот два листика за это время. У нее корни прям жирнючие в палец толщиной. При осмокоде такого не было. Эффекта такого роста жирных корней вообще и близко не было. Посмотрите. Шея просто рвется от жирнючих-жирнючих корней. И, получается, у нее и внутри горшочка. На руку не получится мне достать. Но, я думаю, и так видно. И она впервые у меня зацветет. Вон там цветоносик. Вон уже пробился. Я очень рада. Хочу посмотреть. Орхидейка красивая. Кстати, хотела приобрести себе чармер. Но потом, знаете, думаю, у меня же есть эта красавица. Будут такие более или менее одинаковые орхидейки. Думаю, смысла, наверное, нет. И она меня решила порадовать. И, да, чармера я брать не буду. Мне кажется, она будет достойно замещать мне чармера. Вот такая красоточка. Очень такой получился даже не маленький кустик. И я думаю, он будет еще. Потому что, видите, вот этот листочек. Он уже больше предыдущего. А, думаю, этот будет еще больше. Сейчас свои орхидейки я балую опрыскиванием. Те орхидеи, которые у меня растут с ционом, я их опрыскиваю. С его простой водичкой. А те орхидейки, которые требуют дополнительной подкормки, я их могу взять, добавить прям удобрения любое в бутылочку, когда я иду опрыскивать. Немножечко туда прям миллилитр на литр добавляю. И опрыскиваю те растения, у которых нет удобрений пролонгированного действия, у которых нет осмогода и нет там внутри циона. Я их опрыскиваю с удобрением. Им очень тоже нравится. По листу они обожают подкормки орхидейки. Тоже на них очень хорошо реагируют и впитывают все питательные вещества. Подкормки, которые я делаю по листу, я делаю только с добавлением в теплую воду. Вода должна быть примерно 30 градусов. И делаю это в первой половине дня. Орхидейкам очень нравится после таких подкормок. Сразу видно, что зелень становится более яркая, более мясистая. И я обожаю опрыскивать свои орхидейки. Но делать это нужно только тогда, когда дома тепло, чтобы это все успело высохнуть. И лучше, если еще что-нибудь, знаете, включить какой-нибудь вентилятор, чтобы была циркуляция воздуха. Или приоткрыть окошко на проветривание, но не сквозняком, а так, чтобы просто циркулировал воздух в помещении, чтобы быстренько все просохло. Вот так. Сегодня получилось прям такое болтальное видео. Но я надеюсь, что на все ваши вопросы я ответила. И те, кто просмотрит сегодня видео, поймет, какой принцип у растения орхидеи. Как должен быть за ней уход, чтобы она не источала свои ресурсы, а наоборот, накапливала все питательные вещества. И у нее были жирные корни, хорошие мясистые листики. У меня даже реанимашки сейчас зацветут. Эта орхидейка без точки роста тоже покажет нам свое цветение. У нее шикарная корневая, поэтому я разрешила ей цвести. И у таких орхидеек, которые без точки роста, но у них шикарная корневая, вы тоже разрешаете им цвести. Потому что такие орхидеи могут отсвести и прямо на цветоносе дать детку. Эта детка может быть и прикорневая, и теперь вот на каждой пазухе она может выпустить детку. И таким орхидейкам нужно разрешать цвести. Здесь ничего такого страшного и криминального нет. Если с учетом, что у нее хорошая корневая система. Если корней малые, вы видите, что это цветонос, тогда, конечно, нужно будет обрезать. Здесь у меня прям цветник. И будет еще красивее. Те орхидейки, которые зацвели у меня зимой, они продолжают наращивать свои цветоносы. Так, сейчас поймаем фокус. Это, кстати, было первое цветение моего подросточка азиатского. Аладдина. Но он продолжил наращивать. Получается, что в лето у меня будет, наверное, еще шикарнее цветение, чем зимнее. Потому что многие орхидейки, которые зимой спали, они сейчас выпустили цветоносы. И те орхидейки, которые цвели, они почти все доращивают свои бутончики. Или начали доращивать, или вот уже наливают свои бутончики. Вот поэтому будет очень-очень красиво. Моя красотка Леодорка тоже решила дорастить мне бутончики. Она у меня не удобряется. У нее в горшочке цион. Ей тоже хватает этого питания для того, чтобы не сушить листочки, которые у нее очень красивые, большие. И доращивать при этом бутончики. Вот такая красота. Здесь вообще я всегда любую. Здесь яркие разные краски. Ой, красота. Видите, здесь тоже будет доращивать. Раздвоился кончик вот так вот. Дорастит нам еще бутончики. Но это вообще красотка такая. И цветок плотный. И держаться, значит, будет очень долго. Обычно восковые орхидейки держат цветы долго. Покажу вам эту красавицу. Это Big Lips. С видео «Не разрешайте орхидеи цвести». Это опасно для жизни. Для жизни орхидеи. Я ее посадила также, обсыпав корни циона. Посадила ее в мох. Вот так вот, в стаканчик. Здесь чуть-чуть совсем живого мха. Здесь был такой вперемешку спагмасы и сфагнум. Ну, живые макушки вот вроде бы пошли в рост. Что я заметила? Все корни после этой пересадки пошли в рост. Хотя у нее была проблема, да, что она закуклила все корни, потеряла свой тургор. Эта пересадка была совсем недавно. Ну, посмотрите, какие она начала наращивать прям жирнючие корни. До этого у нее, конечно, таких корешочков не было. И все корни, они пробудились. Сейчас я вам здесь покажу. Все корешочки стали прям хорошие, жирненькие. И начали наращивать еще большую корневую систему. Чему я, конечно, очень-очень рада. Посмотрим, как они отнесутся, конечно, к пеностеклу, который я добавила в качестве дренажа. Понравятся орхидейки или нет. Но сочетание вот мха и циона орхидейкам нравится. Потому что в мхе цион, он равномерно влажный, поэтому он работает. Если, например, в сухой коре будет сухой цион, конечно же, он работать не будет. Потому что он должен быть влажный для того, чтобы орхидейка смогла вместе с влагой впитывать в себя все питательные вещества, которые дает ей цион. Вот еще один пример удачной пересадки. Это триллипс, очень красивый. Я его пересадила по такому же принципу, не разбирая его родной мох. Чуть-чуть только я его, так знаете, распушила. И вот обмотала живым мхом на керамзин, поставила в одноразовые пивные стаканчики. Что я вижу? Эта пересадка тоже была, наверное, ну может быть месяц назад. За месяц, смотрите, уже пошли расти везде корешочки. Везде-везде. Смотрите. Хотя внутри маленький стаканчик размера 1,7. Это не 2,5. И вот, смотрите, во все стороны пошли расти корни. Вот они везде-везде теперь их видно. Результат отличный. Ничем ее не подкармливаю, кроме циона. Корни я намочила и посыпала ционом. Здесь растет листик, как видите, вон он. Ну и я думаю, что он будет очень-очень даже большой листочек. Я думаю, он будет больше, чем предыдущий. Хотя вот этот листик тоже вырос уже у меня. Это была достаточно маленькая растюшка в размере 1,7. Но она прилично дорастила этот листок после пересадки уже. И сейчас я смотрю, что с такими шикарными корнями, я думаю, центральный новый листочек будет очень большой. Корни просто жирнучие, рвут шею. Я боюсь, что нижние листья она начнет сушить из-за того, что слишком. Теперь они прям порванные. Сейчас я вам постараюсь это все показать. Вот, смотрите, какой жирный корень. Это вот новенький молодой корешочек, который просто очень-очень жирный. И вот они со всех сторон. Но шеечка там еще тонкая, а корни растут жирнучие. Вот я боюсь, что нижние, конечно, наверное, листочки мы из-за этого потеряем. Она их отсушит. Но ничего, зато новые будут огромные. И я думаю, она не заставит нас долго ждать и выпустит нам цветонос. Мы полюбуемся на эту нереальную красотку. Такой, знаете, Big Lip Trilips. Я бы ее так назвала. Нежнятина нереальная. Очень хочу посмотреть уже ее цветение. Так что давайте подведем итог. Суть сегодняшнего видео в том, что орхидейки можно и нужно подкармливать. Нужно, конечно же, знать меру. Слишком перекармливать не нужно. Но раз в месяц корневую подкормку. И также раз в месяц можно по листу. Какими-нибудь легкими препаратами. Знаете, так, чтобы не навредить, чтобы не было никаких ожогов. Обычно на удобрениях, сейчас на всех, пишется корневая подкормка и подкормка по листу. Дозировки все есть. Для орхидей я бы посоветовалась даже сделать чуть-чуть ниже дозировку, чтобы, опять же, корешочки оставались зеленые. Не было сверху никаких черных полосок, которые бывают от передозировки удобрениями. И можно использовать такие, как я в бутылочках, японские удобрения. Также можно попробовать цион. В магазине Лето, например, продаются маленькие пакетики, пробники циона. Циона, да, вы можете просто попробовать. Не обязательно, например, покупать дорогущую банку и сыпать во все орхидеи. Можно взять и попробовать пачечку одну купить и одну орхидейку. И попробовать, как это будет расти. Опять же, я никого не призываю его покупать. Просто на моем канале столько много вопросов по этому поводу, что я считаю нужным рассказать, что происходит, зачем я это делаю и почему. Также у меня много растений растет без добавления циона. Растут отлично, как, например, крем Беричачи, который поливается раз в месяц с зеленым удобрением. Это, может быть, не обязательно зеленое. Бывает такое, что я ее поливаю, например, с удобрением от Бонафорта. Дозировку я делаю меньше, чтобы, опять же, не обжигать корни, которых у нее много. Вот у нее хорошая розеточка, которую она нарастила. Она доращивает вот бутончики свои. И вообще она будет очень долго цвести. Это такая цветунья нереальная, которая будет продолжать, продолжать, продолжать свои бутоны и цвести, может быть, даже целый год не прекращая. И я иногда даже обрезаю ей цветонос, чтобы она нарастила корни листья и выпустила новый свеженький цветоносик и также продолжила цвести. Радует меня и групповая посадка, которая также растет без циона на обычных удобрениях. Но, опять же, повторюсь, я считаю, что это важно делать, чтобы ваши орхидеи были красивы, им хватало питательных элементов, чтобы они не брали их из собственных листьев, а чтобы они брали их из той водички, из той влаги, которую вы им даете. И чтобы они радовали вас таким пышным, красивым цветением. Вот какие вырастили просто лопухи. Если честно, подобраться просто нереально. И я вон там вот только есть одно место, и я туда доливаю водички. Здесь подобраться просто некуда. Ну и мои красотки-монстеры Альбы. Радуюсь. Им каждый день подхожу, смотрю. Здесь, кстати, листочек такой интересный получился. Прям пополам. Половинка белая, половинка такая даже не зеленая, а больше как мраморная, да? Очень красиво. На этой орхидейке вот такой вот мраморный цвет. О, монстерки, извините. Распустился вот такой вот мраморный листочек. Хотя до этого было с большим прям таким белым кусочком. В общем, посмотрим. Обожаю и монстеры, и орхидеи. И советую вот вам то, что знаю сама. И то, что делаю сама, и то, что работает. Все, мои дорогие. И на этом буду заканчивать сегодня свое видео. Всем пока-пока. До новых встреч.